Всем привет! Мы в колледже с Артемом Пец. Сегодня, как многие уже давно просили на нашем стенде, мы будем обходить на фальцевую провлю, получается, вход трубы. Артем будет здесь сделать, на этом стенде. То есть мы будем в двух вариантах обходить. Я сначала покажу вариант конверта на этой трубе, кусочек, да? Вот. Артем посмотрит и будет выполнять в этой технике конвертов на этом стенде. Я буду показывать в другой технике, просто с другими конвертами, то есть с капшовой. И он здесь сделает в одном варианте, я там сделаю в другом варианте. Значит, сейчас, друзья, я покажу вам как, вернее, и вам покажу, и Артем покажу первый вид конвертов, который можно сделать и как. Вот. Но я здесь сделаю так маленький кусочек, да? Покажу это Артем, вам покажу один из видов. Вот. Артем будет выполнить в таком виде, а я уже потом буду вам показывать в другом виде. Для первого вида конвертов у вас там картины подошли, допустим, да? Или что-то еще. Вот. Отвернули вы или к желобу, или к карнизу у вас. Вот карниз труба стоит. Вы, ну, берете замеры. Значит, мы берем ширину. У нас тут 31 см. Минимальный подъем, вообще, по правилам, минимальный подъем на трубу должен быть 150 миллиметров. Вот. Ширина у нас 30 миллиметров. Минимальный подъем на трубу получается 150 миллиметров. Плюс нам нужно еще потом 25 миллиметров отогнуть, сделать так называемый водный фалис, да? У этого только на трубе. Вот. И замеряем до линии подводки, или там, до карниза. В моем случае, 360 миллиметров. Это самый ближний край. У меня дальний край. 370 миллиметров. Вот. Ну, я сделаю здесь маленький шаблон, показать, как конверты сделать, как загибать, как подготавливаться. Артем там уже, как сказал, будет повторяться, да? Будет делать все сначала до конца. Поэтому я возьму небольшой кусочек, покажу, как он выгибается просто. Вот. И загнем на станке. Вот. И я покажу вам, как складывается, как подгоняется. Значит так, друзья, я взял, ну, лист, чтобы показать, чтобы понятнее было вам, да? То есть у нас 310 получается ширина. Мы к этому размеру прибавили 60 миллиметров в одну сторону, плюс 60 миллиметров в другую сторону. Отмеряем. 60 миллиметров в другую сторону. Проверяем между ними все правильно. И снизу то же самое. 60 миллиметров в другую сторону. Ну и 310. Так, рисуем линию. Раз. Здесь вам видно. Так, и наш подъем 15, вернее, 150 миллиметров, плюс, ну, возьмем, плюс 30 миллиметров. Если что, потом подрежем. Значит, у нас получается 180 миллиметров. Мы берем 180 миллиметров. И прибавляем. прибавляем плюс 30 миллиметров на отгиб я отмеряю 30 миллиметров я показываю самый простой пример самый простой я не показываю что к вам угломером вымерить или что-то еще самый простой который все делается формируется на месте мы нарисовали и идем на гибочный санок это можно сделать хапами большими да вот можно сделать на гибочники мы будем 90 просто выгнали обратно ну и обратно немножко подогрел чуть-чуть совсем 30 миллиметров сдадим линию гиба и 150 миллиметров у нас этот угол должен получиться примерно так возьмем вот получается вот такая вот заготовочка и идем к трубе значит вот ребята сделали заготовку пришли поставили приезжали смотрим берем конвертные плещи сверху получается вниз то есть мы здесь начинаем конвергнуть на отсюда начинаем поставили чуть-чуть подогнули все делается постепенно и вот по линии мы подгибаем тоже самое я могу и можно элемент снять вот посмотрели подход и уже снять уже дело так же другую сторону вот эти вот места подняли потом что мы делаем мы представляем вот и на что он сделает нам надо чтобы конвертик да показать конвертик сошелся с краем вот этого реза это поправляем с помощью круглогубцев я вижу что если я сейчас их со мной то у меня гиб уйдет ниже сюда придет поэтому мне надо подтянуть здесь мы подтягиваем и переворачиваем колобубцами в эту сторону подержи в эту сторону теперь я вижу что я сейчас клещами зажму у меня не сойдутся желательно чтобы у вас все плоскости были прижаты это можно зафиксировать саморезами вот здесь в край в отгибке можно зафиксировать саморезом вот если у вас где-то есть подводка вы фиксируете за подводку и вы нажимаете ключами вот с другой стороны вот с другой стороны вот вот далее вот у нас смотрите видите сошлось в углу конвертку теперь мы берем веса ну а сила расправку можете взбивайте я в конвертке сприл Dymo все у нас передник есть вот далее что нам надо у нас получается 35 миллиметров пальцев 35 миллиметров рисуем линию, здесь отмеряем 30 миллиметров сверху вот и нам надо здесь сделать радиус то есть вот к этой точке прийти кто-то делает знаете как кто-то делает вот если я прихожу вот к этой точке кто-то делает вот так то же самое но оставляет вот здесь вот пустым угол то есть это сразу ослабление получается но я делаю вот так показываю как мы делаем приходит сюда чтобы здесь сразу было ослабление и здесь с этой стороны мы делаем тоже самое это сделаю на глаз просто чтобы время экономить если не объединение как 30 миллиметров вырезаю этот этот лишний все и вырезаю лишнее отсюда так берем ножницы вырезаем Продолжение следует... Можно вырезать 120 радиус в круг и соединить на этом круге линии и отрисовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я нарисую наш лимит, какой он должен быть. Это у нас чистая площадь. Вот такая деталь у вас, то есть вам лист нужен будет и смотрите опять же я замеряю 310 миллиметров. В каждую сторону прибавляем 180 миллиметров, по 180 миллиметров, далее подъем минимальный 150 миллиметров плюс 30 миллиметров отгибка. И я мерю расстояние, которое у нас до подводки. С этой стороны 36, вот 360 миллиметров, с этой стороны у нас уходит желудок. 370 миллиметров, прибавляю 30 миллиметров на подводку и у нас получается 400 миллиметров. То есть мне нужна заготовка, лист нужен 400 плюс 150, 150 плюс 30, 580 миллиметров. 310 миллиметров, плюс 360 миллиметров, плюс 310 миллиметров, это у нас 670 миллиметров. Такой кусок мне нужна, получается. Пойду я его заготовлю и принесу сюда, чтобы наглядно показывать, как я буду убрать, вымерять угол и рисовать раскрой на этой металле. Итак, друзья, вот я вырезал кусок, я на нем уже без себя нарисовал, чтобы здесь на видео для вас просто объяснить, что и откуда берется. То есть, показываю на эту, да, то есть у нас деталь получилась 670, 670 на 580, которая нам сюда нужна. Вот, то есть мы отмеряем 180 миллиметров от края отсюда и отсюда отмеряем, вот, рисуем линию. Также с другой стороны 180 миллиметров отмеряем, рисуем линию. Потом сверху 30 миллиметров рисуем линию и рисуем от этой линии еще 150 миллиметров рисуем линию. Далее, когда это мы все сделали, берем угломер, вот, и с вами его замеряем угол наш. Угол замерили и получается вот у нас продолжение линии, да, вот у нас вот эта вот линия и угломер мы ставим вот сюда. Здесь видно вот к этой линии и вот сюда. Рисуем линию нашего угла. Также измеряем, ну, проверяем другой угол, он может быть разным. Ну, может, рубашка стоит кривочник еще, или с когтевой бывают крыши разные. И ставите то же самое на другой угол. То есть я замерил здесь, поставил там, да, вот, замерил этот угол, поставил вот здесь вот. Вот, рисовали. Далее, от той линии, которую вы отрисовали на 1-10 бисектрису. Вот, ставите сороковку, может, там линией побольше. На вот эту линию, которую вы нарисовали, ставите галочку. Ставите на эту линию, ставите галочку или метку. И вот этот угол с этой меткой соединяется. То же самое делать проделываете и здесь. Ставите сюда, ставите галочку, ставите сюда, ставите метку и соединяете. Далее, если, допустим, у вас, ну, нет такого угломера, да, что делать? Обычный кусок металла, ну, там 20 на 30 взяли. Уложили к рубе по нашей линии. Отвесовали линию, отрезали наш угол. И, получается, вот она у вас. Вот, вот у вас, вы сделали, отмерили угол. Вот такой, да? Вот. И вы, вот это низ, получается. Вот низ. И вы прикладываете к точке, к низу и рисуете эту линию. Линию угла. Вот. Вот. С другой стороны так же. Все. Этот же угол может вам потом пригодиться и на задней стороне. При разысказе будем готовить боковую деталь. Теперь вам остается. У нас получается, сейчас мы угломер поставили. Нашли бисектрису угла, да? Вот. Соединились с точкой вот этой. Вот. Эта нам линия уже не нужна, получается. Вот у нас идет, здесь бисектриса тоже найдена. Вот. Получается вот так вот, да? И вы что делаете? От этой линии отмеряете там 35 или 40 миллиметров, да? Напишем. 35 миллиметров. Напишем. Рисуйте линию. Рисуйте линию. Рисуйте линию 35 миллиметров. Также и здесь. Берете 35 миллиметров. Рисуйте здесь линию. Вот они у меня, да? То есть вот эта метка. Вот я замерил здесь, взял. 35, нарисовал линию. И вот у нас эта линия. Я взял 35. Рисовал линию. Вот. Рисовали линию. И нам надо теперь здесь сделать радиус. Я сделал вот такой круг с радиусом 120. Можно сделать 140, побольше. Я сделал чуть круче. Я его ставлю вот сюда. Вот. Здесь касается у меня линии. И здесь касается линии. И рисую этот полукруг. Радиус. Здесь делаю то же самое. Соединил, дорисовал линию. И нам остается отрезать. И нам остается отрезать. И мы пойдем к станку, к столу. Эти линии прогибать. Как оно делается. И дорабатывать сам элемент. Все. Смотрим дальше. Итак, ребята. Я положил сюда вот на стол. Чтобы было видно гибочник и заготовку. Что нам надо еще сделать здесь. То есть нам надо отступить от этой линии. Что я еще покажу на рисунке. 30 миллиметров. И срезать. Эту часть. И здесь самое. Срезать. Вот. Наша заготовка. Этих линия уже нет. вот наша заготовка и у нас сейчас сделано так надо отступить 30 миллиметров от этой линии 30 миллиметров и срезать вот эти вот части подрезать это ухо должно остаться вот такая заготовка теперь нам надо на листогибе сделать линии подогнуть все вот эту линию линию биссектрисы подогнуть значит как биссектрису то есть вы можете это сделать можно сделать вот этой вот машинка и прокатываете линию до конца этой машинка если есть этим инструментом или опять же делаете все большими хапами как конверты допустим биссектрису давайте с одной стороны покажу можете взять даже можете отдавать и праву как-нибудь сделаю большими хапами далее все прогибаем и эту линию прогибаем и все линии прогибаем как можно большими хапами да вот я у кого-то может есть ау-пэк и это еще повторю рау-пэк подломал чуть-чуть здесь биссектрис подломал и нам надо еще у нас уши будут прямые за трубу заходить нам надо еще ломать в эту сторону я перевожу вот эту линию на другую сторону чтобы рау-пэк мне было видно можно сделать кстати и на гибочнике тоже вот на таком я сделаю рау-пэк с другой стороны тоже самое делаем теперь когда мы линии под нагнули берем либо бендер либо те же мы большими хапами вот я здесь сделаю вот эти линии я сделаю на гибочнике здесь у меня все видите немножечко ушло здесь надо кияночка немножко подрабчить до формировал догибаемся загнуть здесь немножко можно вручную загнуть соответственно эту линию тоже давайте загнем хапом далее мы вводим ковшовый конверт вводим ковшовый конверт вот эти которые остались у нас вводим ковшовый конверт мы вводим ковшовый конверт пока что не мешали и мы у нас должен вот эта вот линия с линии угла они должны сойтись с обеих сторон если что надо будет поправить если что надо будет поправить у нас тут все сходится может чуть 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 здесь надо у меня еще оказывается микрофон был он выключен все это время не знаю должно быть слышно все равно смотрим чтобы у нас линии сошлись все здесь хорошо здесь хорошо вот и нам надо эту часть эти конверты уже сжимаем немножко по линии 30 миллиметров можно надломать дать жесткость этой стенке чтобы все идем к трубе устанавливаем ее туда так и вот у нас элемент готов но нам надо сделать отрисовать подводку мысики вот мы его ставим все у нас подходит все прекрасно вот хватает подвестись металла вот но я его зафиксирую зафиксирую вот сюда есть все стоит элемент на месте теперь есть у меня вот такой вот шаблон я вот ссылку вот здесь вот сейчас высветится по поводу по поводу где их взять вопросы не задавали лишние вот естественно карандаши мне все на столе уже тут карандаш какой-то вот то есть ставим где-то 10-15 миллиметров от подводки и ставим наш шаблон рисуем с этой стороны и рисуем с этой стороны нарисовали подрезаем радиусными ножницами здесь 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 выровняли все берем линеечку и у нас подводка будет 30 миллиметров то есть нас идет вот линия и вот линия. Рисуем. Удаление планки прорисовал и плюс к ней у меня как раз линейка 30 миллиметров поэтому я отрисую просто и все и сейчас мы пойдем и загнем отрежем и загнем эту линию можно загнуть бендером можно загнуть на станке вот сейчас я покажу я нашу линию подводки подводки сделаю метки с другой стороны тоже самое засуну его в гибочник и загну загнул получается немножко доработаем аккуратненько кто-то звонит секундочку так и продолжение значит мы загнули зацеп наш за планку что вы должны сделать в этом случае здесь когда у нас планку уже есть подводки да вы должны взять суру и наклеить его можно на водный фальц можно вот сюда перед водным фальцем служит от того чтобы не было подсоса воды то есть он не дает подсос воды капиллярного эффекта получается здесь наклеим вот и ставим его на место все и фиксируем все зафиксировали при большой надобности если у вас это больше ставите сюда климера в это место а вот но я здесь ставить не буду их на макете поэтому вот так вот и сейчас мы пойдем другому стенду к артему и покажем как делается верхний конверт по сути то же самое что и с передним конвертом вот только задним покажем как размеряется и сколько берется запас все подробно как всегда